В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления собственной безопасности Главка совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и регионального ФСБ выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в крупном размере начальником районного бюро медико-социальной экспертизы. Более полугода оперативные службы проводили мероприятия по документированию и выявлению всех звеньев преступной деятельности. По версии полицейских, подозреваемые помогали незаконно устанавливать инвалидность действующим и бывшим сотрудникам областных правоохранительных органов. Уже установлено, что действуя через посредников, руководитель бюро при содействии своего коллеги, врача одной из городских больниц, сфабриковала медицинскую документацию, дающую право на установление группы инвалидности, что позволяло получить впоследствии страховую выплату. Так, первая группа инвалидности предполагает выплату в размере полтора миллиона рублей, вторая – один миллион, третья – пятьсот тысяч рублей. За свои услуги по оформлению инвалидности подозреваемые получали до 50% от полагающейся суммы при выплате страховой премии. Следствие полагает, что это устоявшиеся годами преступная схема позволила нескольким десяткам человек незаконно получить страховые выплаты. Установлено, что в преступной схеме участвовал не только руководитель районного бюро, но также ее муж и несколько врачей городских медицинских учреждений. В зависимости от роли каждого из них, они подозреваются в совершении, в получении взяток в особо крупном размере, в посредничестве во взяточности в крупном размере, в должностных подлогах и в получении взяток за незаконные действия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.